18 апреля. Наталья. Письмо называется «Навязчивое движение. Один год и три месяца». Два письма. Давайте последнее читать. Добрый день, Юлия. Здравствуйте, Наталья. Огромное спасибо за ответ. Навязчивое движение – это диагноз, который нам поставил доктор, наверное, врач, детский невролог из института мозга. Хотя сам тоже уточнил при этом, что такой диагноз ставить рано по возрасту. Выписал наотропы с седативным эффектом, которые подействовали на нас, но по окончании курса все вернулось. Нам сейчас год и пять. Так получилось, что много переезжали. Сначала в другой регион на съемочную квартиру. И за несколько месяцев на одном месте у него все почти прошло. По утрам даже ходил голышом и не обращал внимания на свои принадлежности. Но две недели назад пришлось переехать уже на свою квартиру и сразу же вернуться в свой регион. Так, как остались дела. Все вернулось. Теребит не только мошонку, но и играет с письюном. Это его поведение связано с трудными моментами в его жизни. Отлучение от груди, переезд, незнакомая обстановка. Некоторые дети при засыпании, эти ребята, ухо, волосы. Может и у нас тоже что-то из этой серии. Потому что это происходит также перед сном. Памперсы у нас хорошие, самые дышащие, дорогие. Другие не используем. Педиатры и неонатологи, и хирург проверяли. Мошонку, яички опущены, и все в порядке. К хирургу сходим еще не помешает. У меня сама нервная система не выдерживает на это смотреть. Боюсь сорваться на ребенка. Хотя понимаю, он ни в чем не виноват. Я помню это письмо. Там мошонку теребит, помнишь? Да, мы что-то думали, что это памперсы. Да, сейчас я прочитаю предыдущие. Значит, добрый день. Активно пользуемся вашим советом. Здорово, что есть такие люди, как вы. Сын родился на 29-й Кесарева. Абгар 6-7. Из-за проблем с дыханием. Но после того, как из носовых ходов на третий день вытащили сантиметровые пробки из родовой слизи, проблем с дыханием больше не было. По неврологии делали УЗИ головы после рождения. Была незрелость мозга. Пили и лекарой несколько раз пантагам. В год делали и ЭГ. Показал то же самое. Но ЭГ нужно делать в состоянии сна, иначе результаты не верны. Мы делали в минутный перерыв после дикого ора. Ребенок очень испугался сетки с датчиками на голове. Развивается по возрасту. В арсенале 15 слов и более. Пирамидку собирает быстро. Растегивает молнии. Может воткнуть трубочку в сок. Ребенок в год нашел свой писюн. Мошонку. И дергает его. Как только захотел спать. Это как первый признак, что пора его укладывать. Пока спать не хочет, вообще может про него не вспоминать. В год закончил с грудной молокой. Я не боролась за него, так как мне надо было лечить руку. О чем сожалею. Конечно, ходим в памперсах. При переодевании перед сном всегда пытается схватить или старается мять через памперс. Я убираю руки, когда переодеваю. Боюсь, чтобы не повредил. Один раз я стояла в манеже в одном памперсе. Он его расстегнул. И пока я завтракала, он теребил мошонку так, что краснота держалась несколько дней. Несколько дней он про нее не вспоминал. Во время переодевания в основном занимаю руки, даю часы, мягкую игрушку, бутылку или мяч, антистресс. Отлично помогает переключиться, но ситуация не меняется. Привычка не уходит уже 3 месяца. Массирую руки перед сном, глажу руки, ножки, спинки. Спинку он это любит и просит. Берет мою руку и вводит по животу. По большому ходим на горшок. Приходит ко мне, вижу по глазам, что хочет. Но не представляю, что делать дальше. Все испробую, привычка остается. Посоветуйте, пожалуйста, как быть. Ну, что-то прямо анамнез какой-то, да? 6-7, проблемы с дыханием, незрелость мозга. Потом делали, в год еще раз делали УЗИ. Опять, да, вы говорите, показала то же самое. Незрелость мозга. Может быть, с этим связано. Может быть, с этим связано. Нервная система неспокойна, незрела, не функционирует как положено. И ей нужно успокоение получается. И вот находит в этом вот приятно, там же приятно. Ухо и волосы это одно, крутим. А там еще крутим, там приятно. Там другие ощущения. Совершенно не похожие на ухо и волосы. Может быть, все-таки, Наталья, до разобраться с головой. Снять незрелость мозга. И Г, еще раз. Невролог. Вот, в общем, мне кажется, нужно не с последствиями бороться, а разобраться с физиологией, с органикой. Мне кажется, когда органика придет в норму, тогда и вот это вот последствие как бы закончится. Мы же, когда с вами заболели, мы начинаем кашель лечить, но и внутренне лечим. Правильно? Мы же не только там откашляемся или сопли высмаркиваем, мы же и медикаментозно что-то принимаем, лечим в комплексе. Вот единственное, что приходит на ум, раз видите, пропадало, появлялось. Значит, вот эти ноотропы, видимо, вам помогли. Что-то, видимо, с нервной системой нужно делать, разбираться дальше. Либо как-то курс иметь и ноотропы, либо выяснить все-таки, что там и почему помогли ноотропы. Здесь нужно прям подумать с неврологом, посидеть. Желаю вам удачи, разобраться. И, конечно же, это нужно делать с врачом. Смотреть нервную систему и ее доводить до ума, скажем так. Тогда она перестанет выдавать вот такие вот звоночки. Наталья, 18 апреля, ответили. Желаю вам удачи.